Привет, YouTube! Привет, сообщество! Сегодня я бы хотел рассказать о первых итогах тестирования, поделиться информацией, скажем так. Самая по себе новая методика тестирования с того момента, как она была объявлена, тоже изменилась. Во-первых, угол в 30 градусов, прекрасно себя показывающий, как в плане реза, то есть тебе резать комфортно, удобно и приятно, он, к сожалению, на очень большом количестве серийных ножей сильно вмешивается в эстетику. В частности, практически любой, причем, говоря практически любой, я еще делаю некую такую дипломатически вежливую отсылку. По факту, любой нож зеротолеранс на угле в 30 градусов превращается в страшного урода. Это становится дичайшим расход абразива, продажная стоимость такого ножа падает просто в ноль и так далее. То есть, это просто банально нож уродуется. Естественно, как бы, есть желание охватить максимум ножей, в том числе и ножей компании Zero Tolerance и любых других компаний, чьи ножи сведены, скажем так, толще, чем хотелось бы. Поэтому порядка 12 тестов полностью завершенных, или частично завершенных, были списаны в утиль. Смысла у них не было на 30 градусах. И было принято решение попробовать 36 градусов. 36 градусов, конечно, режет значительно менее приятно. И это, кстати, наводит на размышления, как там у людей, на 44, 45, 46, 50 градусов, все отлично режет. Я не понимаю, честное слово. Ну да бог с ним. В итоге 36 градусов. И второе изменение методологии было связано с тем, что был один проход. Но, в общем-то, методология формируется, и она будет формироваться. В итоге она будет как-то формализована, все это будет выложено. Все это происходит со временем, в процессе это нормально. Но, определенно, первые какие-то результаты у нас уже есть. Первым на забеге была крыса. И крыса показала результат в 480 трезов. Напоминаю, это рез в один, в одно движение. То есть без пиления, без какого-либо там, каких-либо танцев. Это просто рез в одно движение. И крыса показала 480 трезов на 14-мм жутовом канате. Результат, в принципе, для меня вполне ожидаемый, закономерный и так далее. Да, точились ножи по идентичной схеме, с использованием 5 абразивов. Абразивы были разные. Формализация подхода абразивов, она будет произведена в свое время, после того, как будет выведена какая-то уникальная общая схема для этого. Однако формализация самой методики заточки и, главным образом, формализация самой заточной системы уже произведена. То есть все абсолютно ножи, включая эти, на тест, будут точиться на заточной системе Ефим-2, которую я использую относительно недавно, но, в принципе, уже приличное время. И одним из главных формализующих критериев это задание угла в 36 градусов на основном режущем участке. Об этом мы будем говорить на заточном канале отдельно, то есть будет много материалов на заточном канале, когда, когда, не знаю, когда, но планы есть и желания есть. Вопрос, когда будет, тогда будет. Так вот, крыса прошла 480 резов, и этот результат был абсолютно для меня ожидаем. Вполне ожидаем, то есть я как бы плюс-минус туда и рассчитывал. Возможно, можно было сделать больше, но и то, как она затупилась, было ожидаемо. Скажем так, крыса, наверное, больше очень много раз, я сейчас не буду так прикидывать, сколько она раз была на канате в тех или иных видах углов с теми или иными заточками, то есть она мною относительно изучена. Следующим был Тинейшес на канате. И вот здесь был первый достаточно интересный сюрприз. Для меня в целом Тинейшес, это, у меня есть такое предубеждение, скажем так, сформированное мнение, что это тоже, как крыса, только чуть-чуть похуже. И когда Тинейшес прошел 660 резов, я понял, что я, наверное, где-то недооценил его. В итоге, как бы, после осмотра кромки, я понял, что Тинейшес визуально получил большие повреждения, чем крыса. Крыса визуально вообще их не получила. Однако, с точки зрения повреждений, на крысе они все равно есть. И с точки зрения конкретной работы, то есть Тинейшес не так сильно ушел в мыло, как крыса. И это очень-очень важный критерий, потому что выкрашивание, как таковое, это норма разрушения стали. На эту тему можно долго дискутировать. Как бы вообще разрушений стали несколько типов. Есть, есть. Если начать эту тему копать и разбирать глубоко, то такой феномен, как самозаточка, он не настолько бредов, как многим кажется на первый взгляд. Но это о демо отдельном разговоре. Так вот, Тинейшес меня искренне удивил. Искренне. Потому что, ну, начнем с того, что он меня удивил еще во время заточки. Он сведен тоньше крысы. Крыса сведен до 100. Крыса – это нож, который сведен достаточно прилично. Этот Тинейшес конкретно сведен тоньше. Я не мерил. Сразу говорю. Потому что, почему я настолько сильно не упираю в сведения на подобного рода ножах. Объясню. Предположим, что вы берете нож на тест. Предположим, что он изначально с завода был заточен градусом на 50 при сведении, соответственно, там, каком-то. Предположим. Я правильно? Мысль вот она сформирована. Что происходит дальше? Вы затачиваете нож, допустим, на 25 полноградусов. Это мало реально, но тем не менее. Вы создаете такой конкретный, ну, чуть ли не сканьте, потому что подвода ширина будет очень серьезная. Заточили. А после этого вы, ну, поработали, вы получили какое-то микровыкрашивание где-то, что-то нож затупился. А после этого вы, допустим, захотели его протестировать и перетащили на 36. Вы же не до шейки спуск подвод будете это перетачивать. Вы будете перетачивать только ровно столько, сколько нужно. Так как замерять в этот момент сведения? По изначальной шейке, которая была с завода, по той шейке, которую вы создали, когда заточили на 25, или по той шейке, которую вы получили между двух подводиков, один на 25, а второй на 36. Понимаете? То есть перспективность этого подхода. Поэтому я, собственно, не мерил, но из того, что я вижу, я вижу, что нож сведен тоньше. И, кстати, сведен достаточно аккуратно, что крайне, скажем так, удивительно. И третьим был Кершу Термит. 8 CR13 мы видим, так же, как и на Тинейшесе. И тут у меня уже были ожидания. То есть были ожидания увидеть что-то, ну, хотя бы рядом с крысой. Однако Кершу Термит прошел 170 резов, и де-факто это провал. И вот что, какие выводы я могу сделать из этого. Вывод номер один. Во-первых, Кершу Термит обладает достаточно сложной геометрией клинок. Плюс конкретно этот нож обладает небольшим недостатком клинка. Здесь, как бы, не очень аккуратно сделанными спусками. Все это влияет на рез. Второй момент. Сам по себе нож, он, как бы, достаточно спорен. То есть, если на него вот так посмотреть, он довольно тонкий. И совокупность всех факторов оказывала определенное давление. Скажем так, на руку давление больше, чем было на Тинейшесе и так далее. То есть, говорить сейчас, вот уверенно, стопроцентно, что у Спайдерки термообработка 8 CR13 MUV лучше, чем у Тинейшеса, чем у Кершу. Нельзя. Вот такая вилка результатов Тинейшеса и Термита, на мой взгляд, дает нам возможность подумать над тем, что неплохо бы увидеть еще парочку Кершей из 8 CR13 MUV с более понятной геометрией. Возможно попробовать разные абразивы. Схема, как я еще раз говорил, заточки идентична для всех. И еще, наверное, есть желание попробовать резилиенс какой-то, чтобы понять, что у Спайдерки с этим. Может быть, это конкретно успех конкретного Тина. Ну и, естественно, в какой-то момент и крыса вернется так же. То есть, в идеале тесты будут проходить не по одному разу. Должна быть расширенная выборка все-таки. Но это в идеале. На данный момент, как бы, вот эти тесты проведены. Есть некая отсечка. В описании к видео есть ссылка, когда вы можете пройти. Это ссылка на Яндекс.Диск. Скачать, если хотите материал полностью посмотреть. То есть, если вы считаете, что как бы тесты проведены как-то не так, или еще какие-то проблемы, вы можете в этом убедиться. Я, в общем-то, на истину в первой инстанции никогда не претендовал. Поэтому, естественно, есть огрехи. Но главное это вектор. То есть, изначально, что было на канале, какие тесты проводились, какие они проводятся сейчас и какими они будут в будущем. Вектор определенно идет в сторону объективизации результата. Насколько это возможно, нужно четко понимать, что полной объективности вы не добьетесь никогда. Для этого нужны совершенно другие финансовые возможности, временные рамки и людские ресурсы. Однако, сам по себе процесс идет, на мой взгляд, хоть и медленно, но правильно и в верном направлении. Что нас ждет дальше в планах, это проверка 35-ки, в планах проверка Элмакса. То есть, у Элмакса будет очень интересная парочка. И самый, наверное, самолет здесь, это проверка М390. М390 на данный момент имеются следующие кандидаты. Это Бенчмейт, это Спайдерка, это Широгоровы, это Каслом Нойфектори. И если сообщество хочет, то может как-то предоставить зеротолеранс с М390 на тест. Чтобы мы поняли, насколько эти ножи действительно великолепные, качественные и так далее. Поняли, ну хотя бы на каком-то примере. Вот такие первые результаты. Спасибо за просмотр. Пока.